Приняли важное решение. Совет депутатов сегодня утвердил Сергея Никитенко на должность главы Серпухова. Перед очередным советом депутатов заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия». Имущественные вопросы и вопросы социальной поддержки. Всего 13. Рассмотрели парламентарии. Сейчас состоялось заседание фракции депутатов «Единой России». Как правило, на этих заседаниях рассматриваются вопросы в предстоящей повестке дня на Совете депутатов. То есть это обязательно обсуждается. И мы принимаем решение рекомендовать или не рекомендовать Советы депутатов принимать какие-то проекты. Один из вопросов отправлен на доработку. Принять с поправками. Кто за? Вы сдержались? Против? Еще два проекта решения были сняты с повестки дня. Остальные рекомендованы к рассмотрению на Совете депутатов. Сразу после народные избранники рассмотрели 15 вопросов на очередном заседании. Его провел председатель Игорь Ермаков. Участие в работе приняли Сергей Никитенко, заместители главы, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, представители прокуратуры. Важное решение принято в ходе рассмотрения первого вопроса. Совет депутатов утвердил Сергей Никитенко на должность главы Серпухова. Вопрос ставим на голосование. Кто за кандидатуру Никитенко и Сергея Николаевича? Сергей Николаевич, от лица Совета депутатов. Поздравляю вас. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить его за оказанное доверие. Для меня это, ну первое, это большая ответственность. Большая ответственность перед вами, перед депутатами и перед всеми жителями нашего городского округа. Я постараюсь максимально использовать весь свой опыт, все свои знания на благо улучшения жизни наших серпуховичей. Напомним, глава Серпухова избирается на конкурсной основе. Всего на должность претендовали три кандидата. К конкурсу допустили двух претендентов. В рамках второго вопроса парламентарии внесли изменения в устав городского округа, дополнив его возможностью проведения муниципального контроля. Скорректировали раздел о полномочиях контрольно-счётной палаты. Далее внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества, дополнив его пятью объектами – нежилыми зданиями с земельными участками. Заслушали отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации на 2021-й. С учётом внесённых изменений всего в план было включено 26 объектов муниципальной собственности, исключено 4 объекта. Поступления в бюджет от приватизации объектов нежилого назначения составили более 26 миллионов рублей. От приватизации земельных участков – порядка 9 миллионов рублей. В завершении заседания парламентарии рассмотрели проект о согласовании изменения границы между Московской и Калужской областью в части прохождения по территории Серпухова. Далее рассмотрели отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты за 2021 год. В 2021 году проведено 28 мероприятий. Из них 20 контрольных – 8 экспертно-аналитических. Количество выявленных нарушений по их результатам составило 715 случаев. Общий объём проверенных бюджетных средств – более 7 миллиардов рублей.